Почему следует выбрать христианство среди других религий? Есть, наверное, две части ответа на этот вопрос. И первое, мне кажется, что часто люди, когда речь идёт о выборе между разными религиями, они понимают этот выбор как выбор между различными философскими системами или системами мысли. И мне кажется, что это не совсем верно, потому что религия отличается от философии тем, что всё-таки религия — это не совсем область рационального, это не область рационального исследования, это вообще не область исследования. Мне кажется, что всё-таки выбор между разными религиями, он не полностью рациональный. То есть он в основном всё-таки совершается, можно это назвать прыжком веры, можно это назвать просто произвольным предпочтением. То есть мне кажется, что религии выбирают люди, и это неизбежно в основном, потому что они им ближе в силу некоторых культурных, психологических, эстетических причин и так далее. Но вторая часть ответа, да, я всё-таки считаю, что роль рационального выбора между религиями, её не надо преувеличивать, но её не надо преуменьшать. Потому что мне кажется, что разум, он может, если не дать тебе резоны в пользу какой-то конкретной религии или конфессии, ну, про конфессии ты справедливо сказал, что про конфессии отдельно будем говорить, но пока скажу через запятую, то разум может помочь тебе отсеять варианты, варианты, которые выглядят, ну, просто, как бы, неприемлемыми, да. Ну, например, мне кажется, что, в принципе, рационально мыслящий человек, субъект, агент, да, он, например, не может быть саентологом. Вот. Или он не... Ну, я могу дальше эту мысль как-то раскрыть. Понятно, я понимаю. Или он вряд ли будет свидетелем Иеговы. Тоже могу эту мысль потом раскрыть. Вот. Поэтому как-то так. Вот. Но основная, конечно, основная причина, по которой люди, включая меня самого, выбирают религию, это их какие-то, ну, некоторые, скорее, произвольные жизненные установки и, значит, предпочтения. Ну, и они прямо, видимо, привязаны к культуре, в которой мы живем, получается, да ведь? Ну, то есть тогда про следующую... Они привязаны к культуре, в которой мы живем, но проблема в том, что сказать, что что-то привязано к культуре, в которой мы живем, это, ну, ничего не сказать, да, потому что все привязано к культуре, в которой мы живем. Понятное дело, что тот факт, что мы, например, с тобой живем скорее в христианской или постхристианской культуре, он не делает для нас невозможным принятие ислама или индуизма. Есть русские, российские, современные мусульмане, причем этнические русские, которые принимают ислам, и индуисты или буддисты. У меня есть знакомые, которые в сознательном возрасте приняли религию, которая слабо согласуется с тем, что у нас в культуре считается мейнстримом. Проблема тут, мне кажется, в том, что то, как культура влияет на наши верования и на наши взгляды, она, конечно же, влияет. Но это влияние, оно не строго однонаправленное, оно может быть очень разным и очень непредсказуемым. То есть, ну, я, например, знаю, и это, в общем, известная достаточно тема, что довольно большое количество русских этнических в России современной, они пришли, например, к исламу через ультраправые идеологии. То есть, бывшие националисты, они становились мусульманами. Типа вот так, организация русских мусульман, вот это все, я имею в виду, казалось бы, это культурно чуждая вещь. Ну так вот, Васил, интересно. Ты сказал, что все-таки, в принципе, можно было бы выбрать какой-нибудь буддизм, например. Ну, например, почему не буддизм? Почему ты, например, не выбрал буддизм и не советовал бы его другим? Ну, чтобы так вот говорить. Ну, смотри, ну, я вот буду придерживаться изначальной линии, из которой я исхожу, я дам двойной ответ. Ну, первый, мне не близок, вот, мне эстетически и этически, мне не близок буддизм, культурно мне не близок буддизм, да, то есть мне не нравится буддизм так же, как мне нравится, ну, в частности, христианство. Вот, мне как бы кажется, буддизм не подходящий для меня моральной системой, да, и вот системой, скажем так, как некоторый вот этос, да, некоторый этос и некоторый пафос, стоящий за буддизмом, мне скорее не близок. И второй момент, который более рационален, мне во всех индийских религиях, мне доктрина перерождения, она кажется, ну, просто, как бы, ну, как бы, несовершенной с точки зрения логики. Ну, у платона она тоже была, ну, так же, у платонистов, платоников тоже была такая похожая... Не, ну, я, во-первых, не платоник, я, во-первых, ну, я платоник. Ну, это да, ну, просто тоже ближе к нашей культуре, как бы, уже, и рациональнее, главное, вот, вот что. Ну, да, то есть это то, что мне не нравится, скажем, в пифагоризме и в платонизме, то есть я просто считаю, что доктрина перевоплощения, она, ну, как бы, ее, во-первых, никак нельзя подтвердить, но это даже, ладно, это методическая концепция. Мне в ней больше смущает другое, то есть дело в том, что и для платоников, и для индийских, да, индийских учений, дхармических, и для индуизма, и для буддизма, там в чем состоит штука, что, с одной стороны, ты несешь ответственность за то, что ты совершил в этой жизни, да, то есть ты, как вот, как вот ты, как вот Вася, да, я что-то делаю, и это влияет на мой, и это влияет на то, что со мной будет после моей смерти. Но проблема в том, что объектом, точнее, субъектом перерождения является вот эта, как бы, безличная самость, и мне не очень понятно, каким образом вот эта безликая, безликая самость, да, которая, которая не имеет никаких психических характеристик, она несет ответственность за то, то, что совершал я, как существо вот с телом, как существо с определенным, как бы, с определенным устройством психики, с определенной конституцией характера, вот, мне кажется, что тут есть просто вот эта логическая несоспековка. Вот, то есть в христианстве все это решается, ну, довольно просто, ну, или там в исламе, в иудаизме, то есть человек – это душа, да, и разумная душа, которая наделена телом, или это по-другому можно сказать, что человек – это одушевленное тело, да, там, в томизме. И ты, совершая какие-то действия, в христианстве это решается, то есть достаточно просто, то есть ты, будучи субъектом, агентом, да, совершающим действия греховные, либо добродетельные, ты же и получаешь за это воздаяние посмертное, то есть тут все, как бы, последовательно и честно, на мой взгляд. Ну, в буддизме и в индуизмах разных там тоже более-менее последовательно. Там основной вопрос в том, есть ли атман или нет, во-первых, ну, то есть вот этой самости может в принципе и не быть. В некоторых учениях буддизма она вообще снимается, то есть вообще просто происходит комбинаторика каких-то качеств, ощущений, отношений к стихиям, ну, то есть вообще, по-моему, там даже стирается вот эта вот грань какой-либо самости. То есть там некоторые течения буддизма вообще очень крайне такие вот странные. Нет, ну, доктрина Анатмана, да, доктрина не души Анатмана, да, но я опять же не очень понимаю, вот, ну, хорошо, если души нету, если самости нету, окей, почему бы тогда несем ответственность за наши действия? Там в буддизме это как раз и есть одна из проблем, которую они пытались решить в течение веков очень долго, потому что именно вот этот аспект всех индусов трогал, ну, потому что Анатман как бы есть, и вроде бы он как-то что-то несет, какую-то ответственность, что-то испытывает. А когда уходит этот Анатман, когда вот вообще ничего не остается, только вот комбинаторика различных тхарм, непонятно, что перерождается, что должно вообще карму нести какую-то, что-то ее испытывать, интересно. Так вот, а как бы ты попробовал переубедить буддиста, например, вот он перед тобой вот стоит и тебе, ну, или может быть не очень определившегося буддиста, ну, который такой вот вроде бы буддист, а вроде бы и не до конца? Ну, смотри, во-первых, я редко, когда ставлю себе целью переубедить людей в том, что касается их религиозных взглядов, потому что мне кажется, что это довольно неблагодарное дело, то есть я обычно в спорах про религию я занимаю реагирующую, реакционную такую позицию. То есть обычно я реагирую на то, что меня пытаются в чем-то, на чем-то поймать или в чем-то переубедить, вот. И как бы, ну, если бы у нас зашел спор с буддистом, то я бы его указывал вот на те проблемы его учения, которые мы с тобой только что озвучивали, вероятнее всего. Ну, приблизительно понятно, да. Интересно было бы узнать, как он уверовал в Бога, в каких обстоятельствах это происходило, ну, вот так вот, уже более лишний, наверное, вопрос под конец такой стрима. Я не в христианской семье рос, я просто рос в семье, ну, скажем так, ну, где нормально к христианству относились, вот так. То есть у меня члены семьи по большей части индифферентны, но, как бы, есть, например, ну, у меня и в семье есть религиозные люди. Таких вот воинствующих атеистов у меня нет в семье. Вот, есть, ну, как бы, людям, либо которые так индифферентно-благожелательно относятся, либо те, которые, ну, вот, религиозно. А как я уверовал, ну, ребят, есть на канале Юлда Богов на Ютубе ссылка, вот, Александр, прикрепил посту, экстриму, вот. Вот, там есть такая запись стрима «Раскол богов, зигота вера». И я там рассказываю про, в том числе, про свой приход, то, как я пришел к христианству. Ну, я могу только сейчас сказать, что я пришел к христианству сравнительно недавно, то есть я был уже, ну, относительно взрослым, ну, то есть я учился уже в институте, вот. Мне было лет, эдак, 21-22, вот, и, как бы, пришел, в том числе, через изучение истории религии, истории философии, истории культуры, вот.